Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу, подготовке к дальнейшим мануальным манипуляциям, когда мы вправляем позвонки, правим шею, вытягиваем человека и корректируем весь его костно-связательный аппарат, весь скелет. В данном видеоролике мы рассмотрим, как мы работаем с шеей, когда человек лежит лицом вверх, то есть спереди, да, встаем сзади него, мягко растягиваем шею, сразу записывайте эти приемы и повторяйте за нами. Растягиваем мягко, покачиваясь из стороны в сторону, отдых есть, похоже, движение на восьмерку, очень мягенькие, подкладываем тарелочкой руки под череп, да, и пальчиком мягко-мягко-мягко тянем на себя, расслабляясь соевидные отростки, шея как бы чуть-чуть вытягивается, мягко покорится и мягко покачивается. Вышли, всю голову обняли, по началу роста волос, по волосистой части, большими пальцами прошли, убрали мягко лимфу спереди, по лестничным мышцам, подключичные впадины, и вот туда, к кучницу. Здесь ткани очень легкие, поэтому с ними работаем мягко, иногда даже вот тымной стороной ладони. После этого опять зашли поглубже, с той стороны, и под шейно-грудной переход поставили руки вот так вот на свою ладонь, а большие пальцы будут идти, вот опираясь в стол, будут идти, приподнимая позвоночник, с обеих сторон показываю. Зашли поглубже, приподняли его, видишь, как шея растянулась, и тянем медленно, я надеюсь, сбоку там видно, медленно, медленно вытягиваю шею вот сюда. Опять сосцевидные отростки промяли мягенько, покачали, успокаиваю голову, и вернулись обратно в исходное положение. И теперь подобрались тоже как можно глубже, ну, практически между лопатками, где четвертый грудной, третий грудно-позвонок вставили, и теперь я иду по очереди в левую правую руку, левую правую руку, видите, как бы вот растрясаю его, раскачивая. Дошли до основания черепа, на нем провисла голова, вот видите, как, и как бы вот на вот этом провисе мы такие вот восьмерочки сделали, вот сверху очень хорошо видно, дополнительно его расслабив, и опять вернувшись в исходное положение. Третий проход, мы, то есть, смотрите, первый проход мы сделали просто протянули шею, второй проход протянули по очереди, лево-право, лево-право, рукой, третий проход протягиваем с вибрацией. Показываю, если поглубже, поставили голову, нахожу расстегивать, и вот вибрируем, натягивая ее на себя, тянется, тянется, тянется. Растянули полностью. Теперь будем на растяжение тянуть мышцы, для этого повернули голову аккуратно в одну сторону, натягиваются вот эта мышца, идущая к первому бугру за ухом. Мы ее мягко в длину от кучицы, сюда, вот не пережимая, только сильно, вот мягенько. Тянем вдоль. Любой мягкой частью подушечек в ладони можете упереться. Теперь лестничные мышцы вот тут идут, да. Мы их растягиваем, схватили за череп с той стороны, прям с той стороны, подвуху подвернули голову. Свой предплечье наложили на череп, на челюсть, на нижнюю челюсть. Вот мы их растягиваем, низко тянутся. А противоположной рукой уперлись в плечо в противоположную сторону. Мягко тянем, тянем, тянем. Следующий прием, переложили руку через верхнюю скулу, через висок. И тянем теперь в противоположную сторону под 45 градусов. Следующий прием тянем за саму череп, за основание черепа и почти в тело рукой. Видно даже, как натягиваются мышцы, да. То есть, смотрите, в первый раз мы тянули, растягивали вот так вот перпендикулярно оси позвоночника, да. Второй раз примерно подсеркнуть под градусов. Третий раз где-то вот под градусов 10 примерно от оси растягивали. Сейчас еще раз продемонстрирую то же самое, но с другой стороны. Вот, мягко растянули вот эти на включительные мышцы. Медленно-медленно, можно дополнительно немножко промять. Потом с той стороны захватили череп и предплечьем давим на челюсть. Эпендикулярной оси. Да, теперь под 45 градусов. Теперь под 10 градусов. Но с этой стороны нового воспаления там идет действительно сопротивление. Так, растянули, еще раз прогладили, сделали восьмерку под черепу. То есть вам нужно понять, поймать этот момент, чтобы череп относительно вашего упора, он был свободным качался, как будто на одной точке держится. Тогда все получится. В дальнейшем мануальной манипуляции тогда получится. И так можно, в принципе, любую, под любой позвонок проверить, чтобы он свободно на нем качался. В данном случае человек хорошо расслабляется. Следующий прием. Взяли голову за череп и за челюсть плотно. И отдельно от позвоночника постарались прокрутить, прокачать. То есть нам нужно опять... Самый позвоночник, который касается черепа, да, вокруг него прокачали во все стороны. Покрутили, вращали туда-сюда, влево-вправо, вверх-вниз. Почувствовали вот этот момент вращения и расслабления. И следующий прием – это вытяжение. Его нужно делать до мануальных манипуляций и желательно поздней мануальных манипуляций, чтобы, не дай бог, там, если что-то не нарушится, да, по крайней мере, мы вытянули и поставили обратно. Покажу, как делаем. Значит, подхватили на перепонку ладони. Вот видите, вот череп свободно лежит. А второй рукой, ну, можно кистью, сам пункт и должны быть челюсть у пациента. Но я рекомендую мягкой части плеча вот так взять и тянем первый прием на себя. Второй прием – тянем под 45 градусов вверх. Третий прием – 45 градусов наклонили голову и повернули. Тянем в бок. 45 градусов ротация и поворот. Ну, вот в эту сторону экстензия называется, вперед. Флексия, то есть, флексия. Так, и теперь мы уже проводить некоторые мануальные манипуляции. Для этого можно дополнительно прощупать позвоночник. Ну, мы, в принципе, до этого уже додиагностировали. Вот чувствуем, где у него, что у него в порядке. Вот я чувствую переход. Здесь влево ушел позвонок C7. Упираясь в него мягкими движениями, я позволяю человеку расслабиться полностью. И потом делаю такой небольшой крывочек, оставив этот позвонок на место. Получается, смотрите, тут можно упереться вот этой косточкой именно в тот позвонок, который вы хотите поставить. Нижние позвонки там 2-3 могут щелкнуть. Посредние, потом верхние. Попробуем. Будет понятно, в эту сторону. Вот, я прям в них давлю. Голова, соответственно, повернута вверх. Под 45 градусов ротация. И флексия до 45 градусов. Вот так вот назад. Почувствую расслабление. И подружнули. Это, по-моему, атлант. Если мы хотим добраться до атланта, то, соответственно, мы должны понимать, вот здесь выдавили на все позвонки, они поворачивались в бок. Атлант, если здесь выступает, то, в принципе, нам его ставить нужно в другую сторону. То есть вот сюда. Мы должны упереться этой же косточкой в атлант. И повернуть вокруг него череп уже весь череп в другую сторону. Для этого мы делаем не флексию до этого, а экстензию. То есть назад было отклонили. Вот в атлант. Он обращается. И поворот будет с упором в челюсть. Иди в другую сторону. Можешь, пациент, как пациент, бояться, потому что я довожу только до той степени. Уже встал. Уже встал, да? Да какой позволяет... То есть почему это безопасно? Потому что на тот момент, на сегодняшний день, насколько я расслабил тело, да? Настолько позвоночник и его шейные мышцы позволяют мне поставить в эти позвонки, да? Если я не расслабил мышцы до конца, то лучше не доделать. На сто процентов не надо стремиться сделать. Лучше не доделать. Пусть пациент придет в следующий раз или через раз. Рано или поздно это получится. Еще один облегчающий прием для постановки верхних позвонков, шейных, атланта и аксиса. Очень хорошо делать, когда пациент спускается вниз, тянись ко мне. Плечи становятся в одну линию с линии стола. Голова висит, пока просто расслабляйся. Тут нужно, чтобы рука не соскочила, все-таки взять тряпочку. Но я прежде всего покажу. Вот голова лежит вниз, да? Теперь мы ее повернули на бок. Повернули по 55 градусов в сторону и прогнули чуть вниз. Вот. Можем поймать, ну, любой руку, честно говоря, хоть этой, хоть этой. Поймать тот позвонок, какой надо, второй, либо первый, да? А как мы их нащупываем? Вот по вот этим косточкам. Дополнительно можете протестировать. Где больше были слева, справа? Одинаковая. Слева. Слева здесь, да? Вот. Слева. Значит, с той стороны подкладываем тряпочку. Под вот тот позвонок, да? Чтобы было вам видно. Встал уже. Встал уже. Встал уже. Встал уже. В принципе, если тяжело будет, то показываю. А давить будем всей ладонью, всем предплечнем, захватим плотно челюсть. Челюсть сжаты в противном сторону. Вот так. То есть, голова качается на вот этом боковом отростке Атланта. Опять стал. Да? Вот. Уже видишь, когда человек расслаблен, оно само встал легко. Еще раз. Два и три раза. Да. Все. Спускайся назад. Назад, назад, назад. Ложись на стол. Ложись. Вот. Вот. Еще пока мы работаем с шеей, покажу еще некоторые секретные приемы. Но это, честно говоря, только для тех, кто присутствует на нашем специальном тренинге. Дайте мне салфеточку. Сухую. Важно, чтобы пациент вам доверял, и у него не было вставной вешенчелюсть. Нет вставной? Нет. Реплантов нету, да? Вот. Делается через открытый рот. Это на вытяжение. Полосу надо, чтобы человек расслабился. Поддеваем руку вот под основание черепа, то, что я вам говорил, да, в этот момент ищем. Открываем челюсть полностью. Открой. Не кусайся. Это буквально делается быстро. Я за верхнюю челюсть только тебе возьму чуть-чуть. Вот так вот. Думя или тремя пальцами. Я стянули, расслабили. И после этого, когда почувствовали расслабление, полностью подсуден. Ох. Там, по-ху-ху. Тричатый. Стат, пузыка. Где-то хрустну, да? Вот. Дед не может сказать, где-то. В пояснице. А, в пояснице даже, да? И пояснице даже, да? Вот, да. Может дойти до того, чтобы хрустнули жюри. Да. В пояснице. До конца. И бедро пополучится. И бедро стало на место, да? Вот. Букет. Если кому-то... Секрет покажу. Кому-то кажется нехигиенично, да? Например, салфетками, то можно сделать подобный прием с полотенцем. Букет. Так, опускай голову. Смотрите. Опять же, зацепляемся за основание черепа. И тут нам не нужно брать нижнюю челюсть. Мы захватываем за верхнюю челюсть. Вызовут эту. Вот так натягиваем. Ну, у человека, передыш, то уши у него открыты, да? Уперлись в стол. А еще лучше делать, чтобы какой-нибудь у вас был партнер, который его держит за ноги плотно, да? Чтобы ну или за таз, но чтобы ноги были жестко зажаты. Голову еще раз вот полностью расслабили. И... Это уже было интересно. Еще круче, да? Еще круче. Где-то, по-моему. Вот у нас сложный переход был. Швейно-крутной переход. Он как раз может обратно и встать. То есть то, что у вас не получилось в методном включении достичь, да? Можно вытянуть вот так. Либо после вытягивания еще раз в методном включении перевернем человека. Переведем человека лицом вниз и уже будем вправлять все позвонки. TH1, TH2, которым нам не удалось ставить в тот раз, да? Ну и еще какие вот методы дергания за голову. Есть просто небольшие вариации. Можно повернуть... Вот так вот. И вместе с нижней челюстью дергнуть. Вот это главное, чтобы не передушилило, да? Слон артерии ничего там не пережимать нормально. Вот, практически за ушами вот я его держу. Опять раскачал, почувствовал в момент вращения. Так, тут нужно упор, чтобы стол не ехал. На подождем бедро свое. И опять... Где все встало, где все встало. Съезжай назад, назад, сюда. Ко мне ближе. Еще, 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 чтобы голова висела. Вот, очень хороший вариант, когда голова висит. потому что она уже вот дополнительно мы раскрутили обращали уперли в стол чтобы не задался и дернули человек тут проблема в том что стол может скользить да и человек может скользить если он особенно одноразовое просто не лежит они скользкие такие да поэтому лучше делать с утяжелением чтобы второй человек помогал держал за ноги ну а в следующем видеоролике мы рассмотрим как человек может дергать не только за череп и верхнюю челюсть но и дергать его за ноги таким образом выпрямляя ему пояснище поясничку дали снимая нагрузку с крестцово-подвздошных костей и крестцово-поясничного перехода но об этом следующих роликах прошу вас дома сами это не повторяйте потому что по видео вы все равно не научитесь будьте это моменты предосторожности до самим не повторять пока вам не поставят правильные руки поэтому приходите к нам на тренинги и здесь вы точно уже сможете про научитесь проводить эти манипуляции так чтобы вы работали и клиента вас хорошо отзывались до новых встреч с вами был олег логгудвен